МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей – это не только большой праздник, но и время подводить итоги. Совершенствоваться и ставить новые задачи на будущее. Дмитровский автолицей «Калита Плюс» открылся в 2011 году и специализируется на дополнительном профессиональном образовании. Специалисты автолицея готовят водителей всех категорий. Это водители самоходной техники всех категорий, судоводители маломерных судов длиной до 20 метров, а также специалистов по безопасности дорожного движения на предприятиях. Наша автошкола расположена по трем адресам в городе Дмитрия, а также в городе Солнечногорске, Талдаме и поселке Запрудник. У каждого филиала есть свой оборудованный автодром, адаптированный под городское движение на все категории. Все филиалы соответствуют требованиям Министерства образования и в 2015 году успешно прошли обследование. Управление ГАИ Московской области. Автолицей «Калита Плюс» был создан опытными специалистами и профессионалами своего дела. Постоянно совершенствоваться – вот одно из главных направлений автолицея, причем не только в методиках преподавания, но и техническом плане, используя в своей работе самое современное оборудование и литературу. Учился я в школе уже второй месяц. Сначала прошел теорию полностью, не пропускал ни одного занятия, очень понравилось, шел с желанием, то есть ждал каждое занятие, чтобы сходить на теорию. Также ждал вождения, пришел на вождение, волновался сначала, но потом все очень понравилось, отличные инструкторы, бежал сюда, чтобы покататься на машине. Давно хотел сдать на права. Сейчас, надеюсь, все получится. Всем друзьям желаю сюда приходить, всем советую, очень хорошая автошкола, отличные машины, педагоги всегда поддержат, помогут и расскажут много нового и интересного. Все автодромы Автолицея полностью оборудованы. Есть также территория, предназначенная для тяжелой гусеничной техники. Что касается автопарка, то всем машинам не более трех лет среди транспортных средств Kia, Chevrolet, Hyundai, Nissan, Renault и другие популярные иномарки. Обучение проводится как на механической коробке передач, так и на автоматической трансмиссии. Стоит отметить, что мастер производственного обучения вождению с АКПП Сергей Цидилин единственный преподаватель на Дмитровский, Талдомский и Солнечногорские районы. Это говорит о том, что в лицее в первую очередь делают ставку на высококлассных и грамотных специалистов, которые имеют немалый опыт. У нас дружно сплоченный коллектив. Некоторые имеют учебную степень. У всех мастеров производственного обучения и вождения есть соответствующие аттестации, и они постоянно проходят повышение квалификации по специальности. В зависимости от тех или иных услуг, предоставляемых автолицеем, будь то обучение с нуля, пересдача на категорию или преподготовка, варьируется и стоимость занятий. Что самое главное, автолицей предлагает различные варианты оплаты, которые, без сомнений, будут удобны и выгодны клиентам. В условиях патемиологического кризиса автошколы создают доступные условия для обучения граждан, а именно гибкие системы скидок студентам, школьникам, участникам боевых действий, многодетным семьям, матерям-одиночкам, детям, оставшимся без попечительства. Также мы предоставляем рассрочку платежей. Основная цель – это безукоризненная теоретическая подготовка и достаточное для успешной сдачи экзамена количество практических занятий. Эти условия в дальнейшем позволяют всем выпускникам уверенно чувствовать себя за рулем автомобиля при любых ситуациях на дороге. Я учусь два месяца, очень все нравится, педагоги грамотные, хорошие, машины тоже отличные, инструкторы, соответственно, все хорошо, мне нравится. Автолицей «Калита Плюс» сотрудничает со многими организациями Дмитровского, Талдомского, Солнечногорского района, с городами Москва и Дубна. Среди них Центр испытаний НАМИ, НПО «Алмаз», МОС «Трансавто», Центр занятости, Дмитровская станция скорой помощи, нефтегаз-логистикой и многими другими предприятиями. На данный момент ведется активная работа с картодромом «Маяк», где разрабатываются общие учебные программы по безопасности движения при поддержке заслуженного тренера сборной СССР по картингу мастера спорта международного класса Юрия Ставровского. В настоящее время мы совместно разрабатываем новую учебную программу, которая будет направлена в большей степени на подготовку водителя на жизнь на дороге, будем говорить так, чтобы они получали, выходя из автошколы, не только классические знания ПДД, определенных фигур, а чтобы у них были элементы физиологического развития, чтобы они знали, понимали дорогу, понимали те процессы, сложные процессы, которые происходят на дороге, и чтобы находили сразу свое место. И это серьезная программа. Вот мы хотим, чтобы люди приезжали на картодром, мы создадим такие возможности, чтобы в период обучения они могли поедать на карте, потому что это даст неоценимые, конечно, действия, воздействия на физиологические возможности этих людей. Кстати, именно на картодроме «Маяк» Ярослав Шилин решил отметить пятилетие автолицея «Калита плюс», где главными гостями праздника стали, конечно, ученики автошколы, которые сумели продемонстрировать все, чему они научились за период обучения в «Калите плюс». Среди приглашенных гостей был государственный инспектор по исполнению административного законодательства Алексей Белявкин, который, в свою очередь, отметил, что по данным за период 2015-2016 года ни один выпускник автолицея «Калита плюс» не участвовал в дорожно-транспортных происшествиях, что говорит о серьезном подходе к обучению будущих водителей. После торжественного парада перешли к юбилейным соревнованиям. Восьми ученикам автолицея «Калита плюс» предстояло показать свое мастерство на площадке. Среди заданий была змейка, параллельная парковка и заезд в гараж. Далее соревнования продолжились на картингах. Стоит отметить, что в юбилейных соревнованиях приняли участие ученики автолицея «Калита плюс» из Дмитрова, Талдома, Солнечногорска и Запрудни. И по результатам в тройке лидеров оказались дмитровские ребята. Первое место за Сергеем Сачковым, на втором месте Данил Суслин и бронза за Нариманом Наумовым. Победители, конечно же, получили хорошие подарки, но и проигравшие не остались с пустыми руками. Все участники получили поощрительные призы, ведь каждый из них показал себя хорошим водителем, несмотря на то, что они еще пока в самом начале пути и только учатся. Хотелось бы добавить, что цифры говорят сами за себя. За пять лет автолицей выпустил более трех с половиной тысяч учеников различных категорий и профессий. И среди выпускников «Калита плюс» редко встречаются виновники и даже участники дорожно-транспортных происшествий. А это значит, что это вполне реальная школа вождения высокопрофессионального уровня, качество обучения, в которое вас не разочарует ни на минуту. Субтитры создавал DimaTorzok